В свете очередной войны на Ближнем Востоке внимание приковано не только к Израилю и Палестине, но не в последнюю очередь к Ирану. Иран считают главным спонсором Хамаса, что конечно не вполне соответствует действительности. Считается, что Иран может и хочет напасть на Израиль и что действия сегодняшней администрации Соединенных Штатов в виде направления военно-морских сил в зону боевых действий является в первую очередь предупреждением Ирану и имеет возможность перерасти вооруженный конфликт между этими странами. Ну, что никакой ирано-американской войны не будет, я уже говорил в предыдущих видео, а вся слышимая сегодня пропаганда, в частности в русскоязычных сегментах интернета, при видимой публичной поддержке Израиля призывает Иран разгромить, никоим образом не разделяет правительство Айтол иранских интеллектуалов и средний класс. Такие прокремлевские пропагандисты, как Млечин, ежедневно в каждом своем видео заканчивает мантрами про то, что решить близлевосточный кризис смогут только три великие державы, Россия, Соединенные Штаты и Китай, что, дескать, Путин уже предложил посредничество, дело за Соединенными Штатами, эти безумные призывы вообще комментировать не стоит, это уже из области психиатрии, а не политики. Также из того же источника постоянно слышны реплики о том, что Иран поддерживает шиитов во всем мире. Ну, во-первых, Хизбалла это действительно шиитская группировка, а вот Хамас, как все уже знают, абсолютно не шиитская. А во-вторых, правительство Айтол ненавидит светский алиитский Азербайджан, в котором тоже преобладают шииты, и ненавидит его именно за его светскость. Количество истеричных криков о том, что Иран это главное зло и главная опасность на Ближнем Востоке настолько велико, что сразу становится понятно, что все эти так называемые комментаторы, эксперты, политологи, и не важно, это публицист из Кремля или барин из Парижа, просто никогда не видели вживую эту страну, не общались с этим народом, и тем более, либо не знают или не хотят знать истории этой страны. Почти год назад, в ноябре прошлого года, период очередного всплеска антиправительственных выступлений в Иране, когда начались вооруженные столкновения, появилось большое количество жертв, и огромное количество комментаторов утверждали, что вот-вот режим Айтол рухнет, я выложил два видео, где попытался коротко показать, что действительно происходило и происходит в этой стране. В результате их, как обычно, активно заблокировали, подарив несколько десятков просмотров, в отличие от многих сотен тысяч, которые получают сегодняшние истерики. В связи с возросшей актуальностью этой информации, предлагаю к ним снова обратиться. Итак, часть первая. Современную иранскую проблему для западных демократий создали, на мой взгляд, совместно Советский Союз и сами эти западные демократии. И если кремлевские старцы, начиная с середины 70-х годов XX века, практически сразу после заключения так называемых Хельсинских соглашений о разрядке в Европе, немедленно начали эскалацию в различных других районах земного шара. Это отдельный разговор, я не буду сейчас на этом останавливаться, но речь идет и об Индокитае, и об Африке, о бывших португальских колониях, и Южной Африке с Южной Родезией, о Южной Америке, о Карибском регионе. Старички решили напоследок поуправлять миром, как поется у Галича. И в конечном итоге, разумеется, допустили политическую ошибку, разворошив архаичное общество Афганистана. Сначала поддержка переворота бывшего премьер-министра Мухаммеда Дауда, дальше поддержка своих марксистских марионеток в лице Нурмухаммеда Тараки, которые свергли Дауда, убив его самого и вырезав всю его семью. И, наконец, после традиционных внутрикоммунистических распри, после того, как Хафизул Амин кокошил своего старшего марксистского товарища, вторглись, впрочем, по приглашению того же Амина в эту страну, ликвидировали пригласившего и затеяли в средневековой стране строительство социализма. Но одновременно не спускали глаз соседнего Ирана, с которым на тот момент у Советского Союза была обширная граница. Еще в царские времена Российская империя имела свои интересы в Иране. Именно вследствие войн с Персией, как тогда назывался Иран, в состав империи вошли Дагестан, Армения, ряд нынешних азербайджанских территорий. А с начала 20 века и до 20-х годов в Иране практически безвылазно находились сначала имперские войска, а позднее большевистские войска, которые пытались там установить в северном Иране, в Геляне, Советскую Персидскую Республику. Не говоря уже об англо-советском вторжении в Иран в 41-м году, под предлогом защиты коммуникации и самого Ирана от вмешательства германских сил, попутно отстранив от власти шаха Резу и поставив на его место последнего шаха Мухаммеда Резу Пехлевит. А Советский Союз создал новую коммунистическую организацию, известную под названием Народная партия Туде. И в течение всей войны готовил все для аннексии иранского Азербайджана под видом создания Азербайджанской Демократической Республики, но вынужден был в 46-м году начать вывод войск под давлением западных стран. Собственно, нахождение советских войск в Иране и попытки создания прокоммунистического правительства было частью известной фултонской речи Черчилля относительно того, что Советский Союз выстраивает железный занавес от демократической части Европы. Шахам отношения были разные. Шах посещал Брежнева. Брежнев бывал у шаха. Но хорошо известные дружественные отношения шаха как с Соединенными Штатами Америки, так и с Израилем не могли не беспокоить Советский Союз, готовившийся к экспансии в сторону Южных морей. И поэтому, когда в Иране произошло возвращение Айталы Хамени и начались антишахские выступления, то по команде из Москвы иранская коммунистическая партия Туде поддержала эти выступления, видимо в надежде, что после долгих лет правления светского режима религиозные фанатики не могут всерьез захватить власть, а таких прецедентов на тот момент в истории 20 века еще не было. Тем более, что когда-то в 50-е годы Советский Союз очень лояльно отнесся к правительству шахского премьера Масадыка и какие-то связи с некоторыми политическими деятелями Ирана еще оставались, то по-видимому предполагалось, что произойдет примерно то же, что в Афганистане. И религиозных деятелей отстранят, и партия Туде сможет провести такой же захват власти, как это было в Кабуле, а советские войска из Афганистана поддержат Иранскую Народную Республику. Но все пошло совсем наоборот. Что же касается западных стран, это в первую очередь Франция, где десятилетие находился в эмиграции Айтала Хамени. Франция смотрела на это, естественно, сквозь пальцы, на волне своего традиционного, скрытого, а иногда и открытого антиамериканизма. На мой взгляд, он появился сразу после Второй мировой войны, когда при поддержке Советского Союза генерал Деголь декларировал автономную политику, стал разрабатывать ядерное оружие, вести собственные колониальные войны, устранился от участия военной организации НАТО. И в дальнейшем все эти годы Франция проводила нарочито дружественную политику по отношению к Советскому Союзу. Я могу объяснить подобное не какой-то там национальной гордостью, а скорее комплексом, комплексом таким же, как и у Советского Союза, после Второй мировой войны, в которой обе страны успели повоевать на обеих сторонах. И культ этой войны у них до сих пор находится на очень высоком уровне, с тем, чтобы народы постарались забыть о позорных пятнах своей истории. Вернувшись из Франции в Иран, Айтала Хамени сразу же стал наиболее популярным лидером этой страны, сделал всевозможные демократические обещания, примерно такие же, как делал Талибан, перед тем, как американские войска покинули Афганистан. Его поддержала и партия ТУДЭ, которая через очень короткое время получила по заслугам от режима Айтал и исчезла из политического спектра Исламской Республики. С целью сплочения масс Хамени затеял совершенно, на мой взгляд, бессмысленную и кровопролитную войну с Ираком, предполагая, что будет поддержана иракскими шиитами, которых в стране большинство. На деталях войны я не хочу останавливаться, тем более, что недавно был сделан неплохой ролик нашими коллегами из «Истории без мифов». К сожалению, они совершенно не учли политический контекст этой ситуации, и поэтому некоторые выводы, на мой взгляд, сделаны не вполне верными, а иногда и ошибочными. Но, тем не менее, ход войны там отранжен совершенно точно. Скажу только, что главной сухопутной силой со стороны Ирана в этой войне были так называемые силы ополчения Басидж, набранные из добровольцев-фанатиков, которых бросали на иракские позиции в рамках безумной стратегии человеческих волн. Сотни тысяч погибли абсолютно бессмысленно, и в дальнейшем, после войны, в городах Ирана, можно видеть на фонарных столбах вдоль шоссейных дорог портреты погибших в этой войне. Их многие десятки тысяч. Советский Союз в этой войне поддерживал Саддама Хусейна, но, на мой взгляд, не столько потому, что Саддам Хусейн был давним клиентом Советского Союза. Это был тот еще клиент, точно так же уничтожившись коммунистическую партию, как это и делали иранские айтолы. Для меня очевидно, что это делалось в контексте вторжения в Афганистан, для того, чтобы отвлечь силы Ирана от поддержки некоторых групп афганских моджахедов, а также создать условия для вторжения советских войск в ослабленную от войны страну. Чем вся эта история закончилась, хорошо известно. Как и то, что победивший в войне Саддам Хусейн решил в 90-м году аннексировать соседнюю богатую страну Кувейт, мотивировав это, что Кувейт это законная часть Ирака. Ну, ввиду того, что сам Ирак в качестве какого-то самостоятельного государства до конца Первой мировой войны вообще никогда не существовал, то ясно, что это просто политическая фантазия. Тем не менее, я считаю, что главной ошибкой западных стран, которая позволила появиться и закрепиться Ирану в том виде, в котором мы его сегодня имеем, было их поведение во время вторжения Саддама в Кувейт. Я утверждаю, что если бы Саддам не был задушен в 90-м году, и именно в 90-м, а не в 91-м, когда случилась операция «Буря в пустыне», если бы он был задушен в 90-м году, возможно, даже без непосредственного участия западных союзников, а только силами одной Саудовской Аравии и союзных ей государств, то ситуация в Иране могла бы сложиться по-другому. Но дело в том, что и западные союзники, и Саудовская Аравия играли шахматную партию, понимая дебют, но совершенно не видя комбинационной игры в метр-шпиле. Они справедливо считали, что Саддама Хусейна добивать нельзя, потому что он является оппонентом Ирана Айотол, агрессивного шиитского государства, которое не может примириться с сунницким исламом. И поэтому без малого полгода велись всевозможные консультации, переговоры, угрозы, ультиматумы, челночная дипломатия Евгения Примакова, личного друга Саддама Хусейна и посланника от кремлевских властей. Все это, с одной стороны, дало возможность проводить операцию под эгидой ООН, а с другой стороны, дало возможность сосредоточиться как самому Саддаму и в результате сохранить свою власть, так и перегруппироваться Ирану. А ведь в августе-сентябре 1990 года, обескровленной после 8-летней войны с Ираком, с разрушенной экономикой и в подавленном состоянии, тем более увидев, что его враги, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, воюют с иранским недавним врагом Саддамом, возможно, и не смогли бы столь активно воздействовать на иракских шиитов, как это произошло уже в нулевых во время второй войны коалиции против Ирака. Но так или иначе, время было упущено. Буря в пустыне завершилась половинчатым решением, освобождением Кувейта, но сохранение лица иракскому диктатору. Через 12 лет пришлось воевать снова. И та война уже происходила совершенно в других исторических и политических условиях. В Российской Федерации агрессивная чекистская группировка уже открыто захватила власть. Иран восстановился после войны, создал довольно серьезную военную машину. Режим Айтол укрепился. Иранская геополитика стала значительно более активной, чем она была в 80-е годы. Сирия, Ливан, Хизбалла, ставшие частью ливанского политического спектра. Иракские шииты, шииты Бахрейна, которые неоднократно пытались захватить власть в этом островном государстве при поддержке Ирана. Поддержка своих еменских ставленников. И поддержка, хотя и не очень многочисленных, но весьма активных шиитов Саудовской Аравии. И естественно, тут уже полный разгром Саддама Хусейна сделал Иран ведущей державой Среднего Востока, представляющей опасность для большинства режимов этого региона, а также в первую очередь Израиля. А современные ситуации в Исламской Республике Иран и возможных перспективах развития во второй части. Продолжение следует...